Есть у меня, друзья, вот такой креветочник, в котором я собираюсь сделать небольшие изменения условий. Давайте внимательно посмотрим этот креветочник и проанализируем состояние его на сегодняшний день. В нем есть небольшое количество блюдримов, но блюдримы здесь в основном взрослые и молодые совершенно не видно. Хотя креветочник очень хорошо зарос растениями и в нем отсутствуют рыбы. Есть место для того, чтобы выводились креветята, очень хорошие ухи, но тем не менее креветки здесь почему-то не хотят кладиться. И давайте посмотрим, что с этим креветочником не так. Вот мы видим большое количество мха, который относительно чистый. Значит, вода в этом креветочке достаточно чистая и нитратов в ней мало. А в том, что вода здесь достаточно чистая, говорят листья вот этих вот клетокарин, которые просто блестят от чистоты. Листья будут все фаландры, вот там вот за людвигией, которые также чистые. То есть вода здесь достаточно чистая и нитраты здесь отсутствуют. Вода старая, устоявшаяся, баланс налаженный. То есть, казалось бы, есть все условия для развития креветок. Но вот, если посмотреть на валиснерию, побеги валиснерии очень тонкие. И валиснерия здесь не разрастается густо. Несмотря на то, что это корневое растение, и оно укореняется в грунте, который хорошо заилен. А вот людвигия растет здесь очень пышно. Листья у нее жирные, сочные. Просто людвигия более приспособлена к старой воде. А валиснерия любит воду более свежую и не любит старой, застоявшейся воды. Что здесь творится со светом? Да. И вот здесь вот в углу растет гидрокатила, который растет хорошо. Листики у нее также чистенькие, молоденькие, свежие. Света здесь в этом аквариуме вполне хватает. А то, что здесь переизбыток света, можно также судить по людвигии. Она вот сейчас вылезает из воды. Вот у нее макушка вся красная. Людвигия сохранила все листья до самого дна. И даже самые нижние листики у людвигии начинают краснеть. То есть света здесь вполне достаточно. И если мы посмотрим на грунт аквариума, то на грунте, вблизи ила, мы видим водоросли. Водоросли не растут на мхах, так как вода достаточно чистая. Они жмутся в грунт, где из грунта, из ила поднимается какая-то органика. И вот в этом месте развиваются водоросли. То есть в этом аквариуме переизбыток света и очень маленькое питание для растений. Об этом также можно судить и по листикам гидрокатила. Что несмотря на то, что она хорошо развивается, сохранила листья до самого дна, но листики очень мелкие. Что еще может влиять здесь на баланс в этом аквариуме, на состояние воды в этом аквариуме. Вот как мы видим, стекла здесь довольно чистые. Я вот сейчас их немножко протер. И здесь был вот такой вот очень легкий налет, прямо под лампой. А в основном задняя стенка, боковая стенка остаются довольно чистыми. Что препятствует здесь развитию водорослей и не дает размножаться креветкам. Я думаю, какую-то роль здесь играет не только устоявшийся баланс, но и вот эта вот огромная коряга, которая здесь отдает очень много дубинных веществ в воду, различных тонинов, которые препятствуют развитию водорослей. И также тонины в больших количествах затормаживают развитие различных водных организмов, в том числе тормозят развитие растений. Возможно, я не вполне уверен, но возможно, вот именно наличие вот этой большой коряги в креветочке, а также старая несменяемая вода, не дает размножаться креветкам в этом аквариуме, не дает расти в полную силу волеснирия в этом аквариуме. Ну, она же не дает расти водорослям. Вот так вот выглядит мох на этой коряге. Практически почти чистый. Здесь есть какие-то проявления нитчатки. Она присутствует здесь. Но также из-за переизбытка света и отсутствия органики в воде, она не развивается в огромные пучки и держится вблизи дна. Итак, мы имеем хорошо заросший травник с длинно-сибельными и медленными растениями. Длинно-сибельные такие, как гидрокатила, допустим, людвигия или волеснирия. И медленные растения, криптокарины, буцифаландра. Криптокарины чувствуют себя здесь несколько лучше, чем быстрорастущие растения. Но, к сожалению, не растет здесь криптокарина нури почему-то. То ли света ей не хватает, то ли еще какая-то причина. Возможно, и также нужна свежая вода. И еще мы имеем парочку очень интересных растений. Вот этот вот эхинодорус, красный жемчуг, красная жемчужина. Он не растет большим. Максимальный его размер 15-20 сантиметров. Растет он очень медленно. И мне очень хочется этот редкий эхинодорус, красную жемчужину, посадить куда-то в этот аквариум. Эхинодорус, как нельзя, лучше подойдет для маленького аквариума. Так как он не разрастается слишком сильно. Расти будет медленно. Сейчас я уберу отсюда корябу, кое-что переделаю. И потом мы посмотрим, что из этого получилось. Правда, я боюсь, что когда сильно потревожу грунт, при пересадке баланс будет нарушен. И мне придется делать пару подмен воды свежей водой. Для того, чтобы не поперли водоросли. В аквариуме с устоявшимся балансом и сильно заименным грунтом очень важно не делать резких движений. Иначе можно сбить баланс. И вся органика из грунта поднимется в воду. И, возможно, вполне возможно вспышка водорослей. Поэтому работать будем осторожно. Для начала я убрал оттуда корягу. Срезал с нее мох. Мох мне еще пригодится в другом аквариуме. Убрал оттуда лишнее растение. Вот эту вот подвигию. И надо будет укоротить и посадить по новой. И убрал плавающее растение с аквариума. Также оттуда убрал грунт с водорослями, которые я сейчас замочу в перекиси водорода. И можно будет его обратно засыпать в аквариум. Также постарался по максимуму убрать оттуда водоросли. Делал все очень аккуратно, чтобы не намутить воду в аквариуме. И сейчас можно будет просихонить грунт в том месте, где стояла коряга. Большое скопление ила, которое нужно отсихонить.